Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Жанны Фетисовой. И мы снова продолжаем наше видео о бюджетной косметичке, то есть о средствах, которые вы можете приобрести до 300 рублей и при этом сделать полный макияж. Конечно, вы не обязаны приобретать все средства, которые я вам показываю. Вам нужно лишь необходимое. Сегодня в нашем фокусе окажутся сухие кремовые тени, румяна, а также лайнеры и подводки для век. Essence немецкая компания, которая создает очень бюджетные и очень качественные тени для век. В Essence имеются целые палетки теней, а также вот такие вот кейсы, в которые вы можете собрать свою собственную гамму. Все эти средства, на мой взгляд, очень многофункциональны. У меня палетка номер один Glow for It. Это румяна, сатиновые, очень красивые. Они же могут использоваться как тени для век. Хайлайтер. Он же может использоваться как основной тон для век на подвижные века, а также под бровь. Очень красивый, шоколадный, сильно пигментированный. И этим цветом можно сделать стрелочку, а также затемнить внешний уголок глаза. Довольно необычный серый цвет, однако если у вас холодный тип внешности, вы можете использовать его в качестве контуринга, а также в складку века. Очень нежный, красивый перламутровый розово-сиреневый оттенок может являться основным тоном для подвижного века. И этот красивый молочный цвет может являться основным для полного покрытия всего века. Тени Essence довольно часто можно приобрести по очень выгодной цене, поэтому очень советую вам попробовать эту палетку. И если вы возьмете ее с собой в дорогу, то кроме туши и пудры вам больше ничего не понадобится. Это наборная палетка от Essence. Продается она пустой. В эту палетку вы можете поставить любые тени-однушки, которые вам понравятся. В данном случае номера цветов не столь важны. Я покажу вам пигментацию, как эти цвета растушевываются, и вы поймете, в чем их многофункциональность. В эту палетку я собрала все перламутровые оттенки, однако вы можете выбрать и матовые. Эти оттенки словно масляные. Они прекрасно переносятся, и посмотрите-ка, на что они похожи. Конечно же, на хайлайтеры. Бежевые цвета, на мой взгляд, могут легко использоваться, как бронзеры. Такая наборная палетка называется My Must Haves. Насколько я помню, такие палетки есть и в большем варианте. Благодаря вот этой выемке вытащить рефил несложно. И если вы решите его поменять, это не составит труда. И следующие варианты теней также очень и очень бюджетные. Это Catrice. Как однушки, так и полные палетки. Однушки в очень удобных коробочках. Также они могут быть вставлены в наборные рефилы. Этот оттенок называется 1010 Vintage of Rose. Тени настолько кремовые, что легко могут заменить деликатные румяна. Они дают красивый сатиновый перелив и легко растушевываются. Также они подходят как главный цвет на подвижное веко и для складки. The Nude Blossom палетка от Catrice. Она не раз выручила меня в дороге. Как и палетка от Essence, она абсолютно самодостаточна. Кроме нее в поездку я брала лишь пудру и тушь. Самый светлый цвет прекрасно подойдет в качестве базы и под бровь. Следующий за ним оттенок прекрасен для складки века, так же как основной цвет кремовый. Третий цвет чуть светлее, персиковый. Прекрасно освежает макияж глаз, если положить его в складочку. Пятый цвет фиолетово-розовый. Я лично использовала его как румяна. Серокоричневый цвет подойдет для заполнения бровей для блондинок, а так же для складки века. Еще он прекрасно подходит в качестве скульптора. Деликатный коричневый подходит для того, чтобы затемнить уголок глаза, а так же сделать стрелку. На самом светлом, вот этом прямоугольничке, было написано хайлайт. И самый темный цвет может выступать в качестве лайнера. То есть в этой палетке снова есть все, что вам необходимо для вечернего и дневного макияжа. Не только красиво оформленная, но так же очень насыщенная цветом, мягкие и хорошо растушевывающиеся тени от Vivienne Sabo. Однушки. В данном случае это номер 112. Тени довольно мелкого помола, они прекрасно пигментированы. Если вы приобретаете вот такие тени, то они могут служить вам в качестве основного тона, а так же базы. На них прекрасно растушевываются все остальные оттенки. Если вы приобретете более персиковый или более розовый оттенок, вы сможете использовать их как румяна. Также есть хорошие, бюджетные, качественные варианты и для любителей белорусской косметики. Это Reluie в номере 11 и в номере 12. Тени очень хорошо тушуются, мелкие, они не зернистые. 11 номер. Тени от Reluie подойдут как база для лучшей растушевки и как основной тон. 12 тон прекрасен в качестве скульптора, а так же теней в складку века. Следующая палетка небольшая на 4 тона Glam Look от Luxe Visage. Так же белорусская косметика. Цвет темного шоколада прекрасен для брюнеток, для того, чтобы заполнить бровь, а так же в уголок глаза. Следующий цвет с оливковым подтоном так же может использоваться как для глаз, так и для бровей. Светлый оттенок подойдет для заполнения бровей блондинок и, конечно же, для глаз. Кремовый как основа для растушевки всех остальных цветов. Тени неплохо тушуются, за исключением вот этого, более оливкового, поэтому я бы его рекомендовала все-таки для бровей. Все тени матовые, с ними легко можно сделать как вечерний макияж, так и дневной, скорректировать форму века, если оно нависшее, а так же сделать контуринг лица и заполнить брови. Кремовые тени уже давным-давно являются хорошей альтернативой сухим. Их гораздо легче растушевать, да и держатся они порой дольше. Это два оттенка тени от Essence 2-in-1. Деликатный кофеино-бронзовый и кремово-золотистый. Прекрасно тушуются и держатся на веках целый день. Ну и, конечно же, светлый золотистый оттенок можно использовать как хайлайтер. Для этого его стоит немного растушевать. Карандаши не требуют заточки, их всего лишь нужно выкрутить. Кремовые тени от ELF. Вся косметика ELF представлена на сайте iHerb. Оттенок Blush & Rose. Тени очень устойчивые, настолько, что вам нужно будет быстро их растушевывать, иначе они застынут. Но для жирных век это супер находка. Этот оттенок какао прекрасно подчеркивает любой оттенок глаз. На сайте iHerb стоят они 200 с небольшим. Их можно наслаивать, однако можно остановиться и вот на таком прекрасном тонком оттенке. Эти тени перламутровые. Название оттенка Liquid Gold. Имеют деликатный тонкий оттенок, не слишком светящийся. Подойдут в качестве основного тона, а также акценты на подвижное веко. Если вы любите заказывать косметику онлайн, то останетесь довольны. Также я считаю, что стоит обратить свое внимание обязательно на тени в карандаше от Golden Rose. Это очень качественный, очень стойкий продукт. Карандаш необходимо затачивать. Стоимость его не более 200 рублей. Посмотрите, какой он дает пигмент. Очень красивый, яркий. Выбор цветов довольно большой. Прекрасно растушевывается. И водостойки. Golden Rose Eyeshadow Crying Waterproof. Это номер 14. Сейчас Golden Rose можно приобрести как в киосках, обычных магазинах, так и онлайн. Поговорим о бюджетных румянах. Здесь есть то, что можно заказать онлайн, также приобрести в обычных магазинах. Хорошие, качественные румяна от Eva Mosaic. В прошлом видео я показывала вам тени, которые можно использовать в качестве бронзера. Это румяна. В них такая же пушистая кисточка, очень удобная. Номер 09. Прекрасный, дуахромный, очень красивый оттенок. Вы можете легко использовать его не только как румяна, но и как тени. Сейчас это очень модный цвет. Объем у этого средства, как вы видите, довольно большой, поэтому хватит вам его надолго. Также у меня есть второй оттенок, 16. Не менее красивый арбузно-коралловый цвет. Также может использоваться и как румяна, и как тени. Очень бюджетная, качественная польская косметика Belle. Two Skin Pocket Price Rouge. Румяна в номере 052. Эту косметику легко найти онлайн. Все ссылки я оставлю вам, конечно же, в описании к этому ролику. Румяна с сатиновым финишем, очень деликатного, красивого оттенка. Прекрасно растушевываются, очень-очень экономные. Их также легко использовать как тени. Белорусская косметика Luxe Visage Color Hit. Румяна в тоне 16. Очень красивый, деликатный, коралловый. Как видите, при растушевке они становятся перламутровыми, поэтому могут работать как тени. Ну и, конечно же, бюджетная американская косметика Elf. Заказывается на iHerb. В упаковке есть зеркало. Слегка переливаются, однако этого шиммера не видно на щеках. В итоге эти блестки дают очень красивый, здоровый отблеск лицу. Опять же, можете использовать как тени, как румяна. Объем большой. Представлены они в трех оттенках на сайте iHerb. Теперь подводки. Будет один фломастер и три жидкие подводки. Это фломастер-подводка от Gouche. Intense Eyeliner Pen. Один из самых тонких айлайнеров. Это не кисточка. Он может забиваться, если у вас очень много сухих теней на веках. Но, однако, он действительно очень хорошо пигментирован. Только слегка дотрагиваюсь и получается сразу же очень хороший цвет. Конечно же, красивая, элегантная, тонкая стрелочка вам обеспечена. Три великолепные подводки. Две от Essence. Классическая, черная и в цвете Metallic. Стандартная, в принципе, кисточка для тех, кто любит рисовать и умеет это делать. Тонкие стрелочки с этой кисточкой у вас не получатся. Но, в принципе, такие и не требуются. Все-таки его должно быть видно на веке. Поэтому слишком тонкие стрелочки никто таким цветом, металлик, и не рисует. При засыхании не подчеркивает текстуру века. Очень приятное нанесение. Следующая серия это Deep Eyeliner. Также Waterproof. Похож на краску масляную. Как будто бы вы наносите краску. Советую вам обратить на него свое внимание. Очень быстро сохнет. Качественная, хорошая пигментация. Прекрасная американская бюджетная косметика Wet n Wild. Это Mega Line. Довольно удобно рисовать стрелочки. Как вы видите, тоже хорошая очень пигментация. Приобрести Wet n Wild сейчас можно онлайн. Стоимость его очень-очень бюджетная. В районе стать небольшим. Ну что ж, сегодня мы поговорили с вами об очень и очень качественных бюджетных продуктах. Многофункциональных, с хорошей пигментацией и прекрасной устойчивостью. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если да, поддерживайте меня, пожалуйста. А я буду готовить для вас третье видео, в котором также будут некоторые средства для глаз и для губ. Спасибо большое за ваше внимание. И я жду ваши комментарии. Если вы знаете какие-то средства, также многофункциональные, бюджетные, очень хорошие, пожалуйста, делитесь друг с другом в комментариях. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok